Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о претендентах на проведение Зимней Олимпиады 2022 года. У нас в гостях Кацин Двоевич Сережкин, китай-вет. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Владимир Двоевич, сессия прошла, Пекин победил Алматы в плане Зимней Олимпиады 2022 года. Был ли предопределен такой исход? Не был. Сразу могу сказать, а потом я не считаю. Четыре голоса разница. Победа Пекина 44 против 40 за Алма-Ату. Трудно назвать это поражением. Потому что что есть Пекин и что есть Алма-Ата с точки зрения известности в мире. Понятно, что Алма-Ата была та была раса, что называется чистая доска для многих членов. Но тем не менее, было сделано заявочным комитетом и Акиматом Алма-Аты и вообще всеми, кто занимался этой проблемой, достаточно много. Потому что, я повторяю, счет 40 на 44 – это неплохой счет, даже очень хороший счет. И до последнего момента было неясно, кто на самом деле выиграет. Потому что расклад, как видишь, пополам. Ну, то есть, мы знаем, что, например, Пекин в 10 раз больше Алма-Аты по размерам, а вот в плане инфраструктуры Зимней. Здесь как раз вот этого нет. И в этом плане Алма-Ата выигрывала. Потому что у Алма-Аты было очень много плюсов. На самом деле. Ну, во-первых, это то, что заявка Алма-Аты, она как бы соответствует новой программе МОК 2020. Ну, 2020, да, есть такая программа МОК новая, принятая после Зимней Олимпиады в Сочи. И главный тезис там, что Олимпиада не должна раздевать страну. То, что произошло с Россией после Сочи. То есть, она должна быть дешевой. И в Куау-Лумпур было принято еще дополнительное решение, что стоимость Зимних Олимпийских игр не должна превышать 1,8 миллиарда долларов. То есть, это должно быть дешево. Во-вторых, все спортивные объекты, которые строятся, они должны потом использоваться. Не просто так. Это не разовая акция. Неразовая акция, это должно быть использовано. И в этом смысле мне Алма-Ата идеально подходила. Потому что, ну, относительно дешево, конечно, это не 1,8, но, как вы заявляли, там уложится в 4 миллиарда. Плюс компактность. У нас, например, все спортивные объекты расположены в радиусе 30 километров. То есть, это компактно достаточно. В Пекине, во-первых, ну, нельзя говорить, что Пекин – это собственный Пекин. Там другой город запланирован под Олимпиаду. Это Джинзиакова, это в 240 километрах от Пекина. Это само по себе уже нарушение. Это как Талдыкурган, получается, от Алматы. Да, где-то так. Конечно, там китайцы ходят построить скоростную железную дорогу. Но там еще конь не валялся. Там нужно все создавать с нуля. С инфраструктуры. Плюс природные условия климатические. — Снега нет. — Снега нет. В Пекине снега нет, в Железякову тоже снега нет. Значит, снег искусственный, у нас естественный. Ну и много-много других факторов. Там, конечно, с точки зрения финансов и так далее, Пекин побогаче, потому Пекин просто с точки зрения известности имеет свои преимущества. А в остальном Алма-Ата была более, так скажем, заявка Алма-Аты была более предпочтительна. — Ну и, наконец, Алма-Ата — это новый регион. Это Центральная Азия. Новый регион совершенно открывается. Это опять соответствует принципам Олимпийского движения и новой повестки дня. То есть тут на нашей стороне много плюсов. — А предыдущие претенденты? Там были Краков, Украину убираем. — Они просто сняли свои кандидатуры, потому что сейчас многие снимают. — Здесь вопрос. Финансы? — Финансы. Никто не хочет тратиться просто так. Финансы, ну, потом не имеет смысла. Токио до сих пор расплачивается за Олимпиаду. — А тогда вопрос, почему Алма-Ата была готова пойти на такие издержки? — Ну, это имиджевые вещи. Все-таки... — Или когда ты не Пекин, а Алма-Аты, тебе нужно еще тратиться и на имидж? — Ну, имидж страны, имидж как бы города. Это стоит того, может быть. Может быть. Я не сторонник проведения Олимпиады, — я тебе честно скажу. Потому что и так у нас проблемы выше крыши социальных, а Олимпиада еще там подорвет. Официально называется 3-4 миллиарда. Во что это выльется, на самом деле, неизвестно. Окупится ли это все, тоже неизвестно. Хотя говорят о том, что все клятвенно там заверяют, что все будет использовано, потом все это окупится. Мы еще и заработаем на Олимпиаде. Ну, не знаю. Проведение Азиаты показало, что в 11-м году мы, по-моему, что-то проводили. — Я даже видел несколько гостей иностранных. — Да, крупные. Ну и что? Ну, вот... Весь пар ушел свисток, что называется. — А в Китае вообще государственная политика по отношению к масштабным спортивным мероприятиям какая? — Это тот же имидж, понимаете? Это вопрос мягкой силы. Ведь проведение Олимпийских игр в 2008 году, оно позитивно отразилось на международном имидже Китая. И для Китая это, конечно, как есть элемент мягкой силы, китайской мягкой силы. Что вот Китай организует такие вещи крупномасштабные. Для него это престиж. И поэтому деньги там немеренные тратились. Но их никто не может учитывать, никого за руку не поймали. Но, я думаю, имело место и подкуп, имело место. Все имело место. — Но в случае зимней Олимпиады еще придется под имидж подгонять спортивную инфраструктуру? — Естественно. Естественно. В Китае тоже как... Ну, у нас тоже не развиты зимние виды спорта. Но придется подгонять. А что же делаешь? В Пекине есть инфраструктура летняя. В зимней нет. — С точки зрения межгосударственных отношений, если Казахстан пропускает такой мяч в ворота, уступает Пекину Олимпиаду... — Он не уступает. Во-первых, от нас ничего не зависит. Это решение МОК. — Ну, скажем так, проигрывает в честной борьбе. С точки зрения китайского менталитета они в ответ какой-то широкий жест сделают Казахстану? — Ну, во всяком случае, не будет жестких каких-то других действий в отношении. Когда мы о чем-то попросим, возможно, нам тоже подтрафят. Возможно. — Возможно. Но, по крайней мере, не будут гадить лишний раз. — Да, лишний раз гадить не будут. Это уж точно. — Большое спасибо. У нас гостя был Ксен Иванович Сарешкин. Мы говорили о победителе в зимней Олимпиаде 2022 года. До свидания. — Спасибо, до свидания.